Всем привет! Мы добрались, наконец, до мониторинга использования ресурсов. В прошлый раз мы с вами рассматривали то, как оценивать текущее состояние ресурсов. Теперь будем говорить о том, как это состояние фиксировать, как отслеживать в истории изменения потребления ресурсов и настраивать, может быть, алерты, смотреть за графиками и вообще настраивать мониторинг. Безусловно, это такое поверхностное видео в рамках LPE 2, но мы с вами все равно сделаем несколько таких базовых вещей, которых будет нам достаточно для того, чтобы начать что-то мониторить. Это тема 200.2, прогнозирование использования ресурсов, и в рамках этой темы мы должны с вами разобраться с тем, как вообще обычно строить систему мониторинга. И в качестве примера будем рассматривать простейший демон, коллег демон. У него много различных функций, но он такой минимально простой для запуска системы мониторинга. Вообще нам институт, наш ЛПИшный, рекомендует обратить внимание на следующие системы мониторинга. Наверху 5 штук. Это вот у нас айсинга, нтрг, коллег демон, тут самый какти и наггерс. Наггерс, наверное, самый такой из них многофункциональный, наверное. Но тем не менее, все эти 5 штук, они уже довольно такие древние инструменты. Они, безусловно, работают, они вполне себе могут использоваться. У нас на сегодняшний день для мониторинга существует бешеный просто инструмент Zabbix, который, помимо того, что он обладает расширяемым таким мощным функционалом, он еще и намного проще настраивается, чем все эти инструменты, указанные сверху. Но Zabbix это такое серьезное решение, можно сказать, промышленное, клиент-серверное, когда у нас есть с вами отдельный сервер мониторинга, и к нему подключается огромное количество серверов, рабочих станций и так далее. И также я здесь еще отмечаю, что есть у нас Prometheus. Prometheus тоже не менее крутой, чем Zabbix, но он более заточен под сбор метрикс микросервисов, приложений, из докера и так далее. То есть в любом случае я предлагаю обращать внимание именно на Zabbix и на Prometheus, когда мы говорим о мониторинге. Zabbix и Prometheus у нас заслуживают отдельного курса, отдельного плейлиста, а мы сейчас должны с вами просто базовые концепции по мониторингу проговорить, поэтому мы для начала определимся с тем, как вообще работает мониторинг. Первое, мы должны понять, что мы измеряем и как часто. То есть мы можем измерять, допустим, свободное место на жестком диске, количество запущенных процессов, открытость TCP порта, его доступность, может быть использование свопа и так далее. И мы решаем, что мы хотим, например, проверять количество процессов в данный момент запущенных раз в 30 секунд. Затем мы должны определить, какие пороги значений для нас критичны. То есть, грубо говоря, настраиваем триггеры. Например, когда у нас свободно меньше 10% АЗУ, или если у нас на жестком диске стало доступно менее 1 гигабайта и так далее. При этом мы можем даже говорить, какие уровни триггеров у нас могут быть. Например, если у нас осталось меньше 10 гигов на жестком диске, это какой-нибудь желтый уровень опасности. Если осталось меньше 1 гига, это какой-нибудь уже красный уровень опасности, на который нужно реагировать острее. Далее мы можем с вами прогнозировать поведение. Опять же, тут уже не все системы мониторинга это умеют делать. Zabbix, например, это умеет делать. Он может выстраивать нам прогнозы, которые говорят о том, что если при текущем темпе использования оперативной памяти, так скажем, мы ничего не сделаем, то через 2 часа она у нас целиком закончится. Для этого Zabbix нужно уже немножко побольше ресурсов, потому что он начинает отслеживать изменения за какие-то прошедшие минуты, часы, и, исходя из этого, постоянно выстраивать прогнозы и изменять эти прогнозы. Тем не менее, это тоже важная часть мониторинга, возможность построения этих прогнозов. Чтобы мы с вами среагировали не когда у нас уже останется меньше 1 гига на жестком диске, а когда мы с вами понимаем, что текущий темп использования жесткого диска через несколько часов перейдет к тому, что диск забьется, и нам можно на это среагировать вот сейчас, чем дожидаться срабатывания этого триггера. Ну и отдельный момент – это оповещение, безусловно, потому что мониторинг – это крутая штука, но постоянно на него смотреть невозможно. Нужны еще алерты какие-то, чтобы нам приходили оповещения, не знаю, на почту, в Телеграм, в Slack, куда угодно. Опять же, мой любимый забег все это делать запросто умеет. Слайд я этого не вывел, но, безусловно, важная часть – это графики, то есть нам недостаточно по меня собирать информацию. Если она у нас будет в текстном виде, нам будет ей очень неудобно пользоваться, поэтому есть куча различных вариантов по отрисовке графиков, когда мы видим, как именно, в какой момент были какие-то всплески, и можем, исходя из этого, принимать какие-то решения и понимать то, что у нас там по ночам вот здесь почему-то забивается оперативка, вот здесь вот что-нибудь там уходит в своп, здесь жесткий диск становится перегружен и так далее. При этом, опять же, мы сейчас говорим о базовых метриках виртуальной машины или сервера, можно мониторить все, что угодно – состояние софта, наличие каких-то событий в логах и так далее. Правда, для логов, конечно, такая система мониторинга меньше подходит, тут нужно уже настраивать, наверное, ELK. Тем не менее, если у нас есть с вами один, два, три сервера, возможно, мы с вами не хотим использовать еще и заводить четвертый сервер для того, чтобы мониторить три предыдущих. Тогда нам нужно что-нибудь попроще. Например, в винде у нас для этого есть счетчики производительности, которые мы можем запускать, и они спокойненько нам в фоновом режиме собирают статистику, отрисовывают ее в пределах одного сервера, и мы можем к ней обращаться. Для этого, опять же, есть в Linux очень много различных демонов, мы с вами будем работать с коллект-демоном. Итак, я подключил свою виртуалку с Цинтосом, будем сейчас ставить коллект-демон. Для того, чтобы мы могли с вами поставить коллект-демон, нам нужен дистрибутив Apple, поэтому мы ставим Apple, релиз пакет, после чего мы можем с вами уже установить ям-инсталл коллект-демон, потому что в базовых репозиториях он у нас не находится, он находится у нас в Apple. Вот он нашел пакет, предлагает его ставить, скачивает, собственно, и ставит. Готова конфигурация, коллект-демон у нас находится, как обычно, в ETC. Давайте сразу сделаем колор, какую-нибудь другую схему, чтобы было написано, видно, что написано. И здесь у нас куча-куча различных плагинов, которые определяют, как именно что работает. Плагинов полно, у них разные функции, мы с вами сейчас посмотрим основные вещи. Например, мы с вами посмотрим, что у нас происходит с процессором. Мы видим то, что логин плагин, лоуд плагин CPU у нас раскомментирован, то есть он загрузит плагин CPU и будет, соответственно, мониторить CPU. Ниже мы сейчас посмотрим, что именно он будет мониторить. Вот у нас здесь есть с вами плагин CPU Type CPU. И вот он, собственно, плагин CPU и его настройки. По умолчанию у нас там есть какие-то параметры, мы здесь можем очень много различных вещей менять. Мы можем говорить, какую информацию собирать от CPU, как часто собирать эту информацию, на какой уровень, допустим, загрузки процессора срабатывать и так далее. Но тут слишком много разных плагинов, чтобы мы могли про каждый из них говорить. Вот здесь, например, вы увидите, то, что он просматривает стайни IDLE, насколько простаивает процессор. Можно поставить юзер, можно поставить систем и так далее. Но мы оставим все по дефолту. Дальше из интересного здесь есть у нас с вами Notify. Можем посмотреть, как именно он может оповещать нас. Сейчас все закомментировано, то есть он оповещать не может, но вот есть, допустим, Notify email. Мы можем посмотреть вот здесь вот Notify email, в плагине, опять же, настройки, через какой почтовый сервер, что, как отправлять. Нам нужно сейчас настроить инструмент, который у нас будет отрисовывать эту статистику и показывать ее нам. Дело в том, что сейчас, когда мы с вами установили коллег-демон, он, по сути, просто собирает данные, но мы их никак не можем увидеть, потому что, чтобы что-то увидеть, нам нужна с вами графика или хотя бы браузер. Соответственно, мы сейчас это все поставим на эту машину, чтобы в пределах этой машины можно было все увидеть. Так вот, для работы с собранной статистикой есть RRD. У нас есть RRD Cache и RRD Tool. Я хочу использовать RRD Tool. Сейчас мы здесь все откомментируем, что мне нужно. Есть, есть, есть. Есть. Это мы настройки плагина откомментировали. А теперь нам нужно найти то место, где этот плагин включается. Load plugin. Вот он, RRD Tool. Отлично. Сохраняю изменения. RRD Tool – это набор утилит для работы с базой данных кольцевой, с RRD RoundDrobin Database. Он позволяет нам хранить, обрабатывать, визуализировать в различные последовательности данных в такой закольцованной базе данных. То есть, он будет хранить там данные и показывать их. Нам этот RRD Tool нужно установить, поэтому я предлагаю сразу поставить RRD Tool Apache HTTPD и тот демон, который нам покажет статистику на этой машине. Это CollectDweb. Вот такой вот пакетик. Эти три пакета нам сейчас все, что нам необходимо, сделают. Настройки конфигурации CollectDemon мы изменили, теперь нам нужно его перезагрузить. Если мы с вами ничего лишнего не сделаем, он у нас перезапустится. CollectDemon вообще развивается довольно активно, несмотря на то, что это древняя утилитка. И то, что мы делаем с вами сейчас, может через полгода не заработать, когда у него будут другие плагины, другие синтаксисы и так далее. Тем не менее, мы с вами сделаем System.ctl.start.collect.d. CollectD. Ну и давайте сразу статус посмотрим, чтобы увидеть, что он не упал. Отлично, он работает. Это уже хорошо. Мы с вами в рамках LPI, да и, по-моему, даже в рамках практического плейлиста с веб-серверами, с прокси-серверами так особенно не работали. То есть мы по Apache особенно ничего не делали. Давайте посмотрим вообще, что у нас с Apache. О чем сделаем System.ctl.status.http.d. Видим, что он выключен. Давайте его стартанем. У нас он просто установлен как пакет. Я никаких изменений еще не носил. Мы все делали сами вместе. Отлично. Давайте попробуем, получим что-нибудь у него. Главную страницу. Попробуем. HTTP. // Мой айпишник 127.001 Локальный айпишник на этой машине. И кругом видим то, что мы получаем какую-то страничку. Это дефолтная страница Apache. Прекрасно. Я знаю то, что когда я ставил пакет CollectDweb, он установил конфигурацию для Apache. Вообще мы можем посмотреть с вами все настройки Apache в etc.http. Httpd.conf. Да, вот так вот. Httpd.conf. Здесь много разных настройок. Они все дефолтные. Меня интересует только в конце. Строчка IncludeOptional. Забирай конфиги из директории conf.d, которая находится на этом же уровне. То есть мы сейчас с вами смотрим, что у нас есть с вами в директории conf.d. И видим то, что здесь есть CollectDweb.conf. Вот эта самая конфигурация. Мы заглянем в нее. CollectDweb.conf. И видим то, что есть такое альяс, как CollectD, который ведет вот сюда вот. Этот путь я сохраню. Сейчас мы в него вглянем в проводнике. Есть настроечки директорий. То есть вот у нас есть под директории. ETC, Leap, Share и так далее, BIN. Важное самое здесь BIN, потому что в BIN лежат у нас CGI скрипты, которые нам позволят сейчас получать информацию. И для этого, для этой директории установлена опция Exec CGI. То есть CGI у нас будет работать. Опять же, здесь много различных опций. Мы не будем сейчас глубоко в Apache копаться. Нам нужно его сейчас просто завести. И мы можем с вами сейчас... Давайте посмотрим, что у нас лежит в пути, который я скопирую. Зря, конечно, я это делаю через пути, где вы не видите. Но здесь у нас есть с вами BIN, ETC, Leap, Share. Неважно. Это все, что положил туда пакет CollectDweb. Тут есть все для того, чтобы мы могли собирать информацию и отображать ее. Мы помним то, что там был альяс CollectD, и нам нужно попасть с вами в директорию BIN. Я почитал много, я знаю, что нам нужно туда. Поэтому мы можем снова сделать курль 127.0.0.1, альяс у нас был CollectD. Slash BIN, и там в BIN у нас лежит индекс.cgi. Я пробую курлить, и получаю какой-то ответ. Я вижу, что что-то действительно есть на этой странице. Какие-то часы, месяцы, какой-то OK button и так далее. То есть что-то есть. Давайте я попробую получить сюда доступ через браузер. Только мне нужно сначала посмотреть, какой у меня IP-адрес на этой машине. Вот адрес на этой машине. Иду в браузер. В браузере я вбиваю этот IP-шник, вот он, и получаю главную страницу Apache. Теперь, если я попробую перейти по пути, который у нас в альясе был, CollectD.BIN.mx.g. Мне говорят, ForBIN. Дело в том, что если мы с вами откроем опять конфиг Apache, мы с вами увидим то, что здесь у меня наверху для моей директории стоит Require Local. То есть разрешается вход только с локальной машины. Поэтому курлом на 127.001 я попасть могу, а по сети через реальный IP-шник нет. Я предлагаю, здесь у них есть прямо уже закомментированная опция Require All Granted. Разрешаем доступ всем. Везде, где она закомментирована, ее откомментируем. Соответственно, нужно в этом же месте Local закомментировать, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Local закомментируем. Require All Granted разрешим. Изменили настройки. Сделаем теперь Restart Apache. Reload. Готово. Возвращаемся в браузер. В браузере пробуем еще раз. И вот у нас уже открывается наша какая-то страничка. Мы можем сказать, что мы хотим посмотреть по нашему Local Hostу информацию по загрузке, допустим, памяти за час. Говорим ОК. И вот внизу у нас уже появляется какой-то график. И здесь мы можем уже смотреть все, что он нам захочет. Не знаю, по цеплу что-нибудь посмотреть, но, скорее всего, у нас в системе ничего не происходит. Поэтому здесь очень мало информации. Такой базовый-базовый мониторинг. Вот так вот элементарно он настраивается. В принципе, можно посмотреть, какие есть плагины даже через YAM. Можно сказать, YAM search коллег-д. И он нам покажет, что помимо самого коллег-д и коллег-д-веба, еще есть огромное количество плагинов. У нас вот есть коллег-д для Redis, для Postgres, для всего чего угодно. Плюс в самом нем у нас есть куча уже встроенных модулей, в которых есть какие-то дополнительные настройки. Опять же, подчеркну, это все полезно, если у вас есть несколько сервачков, которые вы хотите мониторить. И тогда вам можно повозиться с настройкой этого коллег-демона. Тем не менее, у нас есть мощное решение Zabbix. Я сразу открою страницу с шаблонами Zabbix. Вот у меня здесь есть куча шаблонов. Например, есть template Linux. У него здесь есть элементы данных. Мы можем посмотреть, как настраиваются элементы данных. Например, взять элемент данных какой-нибудь по CPU и посмотреть, что у нас есть. По CPU у нас есть, например, CPU EowayTime. Мы заходим сюда и видим то, что у нас есть ключ System CPU Utilization. И у этого ключа мы берем параметр EowayT. Тут достаточно нужно глубоко копаться, чтобы понимать, как это работает. Тем не менее, вот так вот он у нас здесь собирает информацию. Раз в минуту, вы видите, хранит одну неделю историю. Изменения данных хранится в течение года. У нас есть триггеры. Триггеры у нас завязаны на все, что угодно. Например, если смотреть по тому же самому CPU, вот у нас есть триггер, который говорит нам о том, что если у нас утилизация процессора в среднем за 5 минут больше, чем 60, это у нас будет предупреждение. У нас есть с вами графики. И графики, например, по CPU Utilization. Вот такой график 900 на 200 в пикселях, который выстраивает нам кучу параметров. Steel Time, программные прерывания, аппаратные прерывания и так далее. И мы получаем с вами красивые графики. То есть в Zabbix это все очень красиво отображается. Комплексные экраны, алерты. Но опять же, по Zabbix, говорю, нужен отдельный курс. Может быть, мы когда-нибудь до него доберемся. Таким образом, мы с вами сейчас проговорили основные концепты сборки информации по загружности машины, вообще снятии метрик. Это полезно именно не в том случае, когда мы сейчас хотим что-то увидеть, а когда мы хотим отследить какие-то изменения, когда мы хотим отловить узкие места в нашей системе, когда мы хотим понять, где у нас что, в какие моменты провисает, чего не хватает. Или когда мы хотим понять, когда у нас что-то кончится или упрется в какой-то свой потолок. До этого есть множество пакетов для мониторинга. Опять же, подчеркиваю, мощные. Это у нас Zabbix и Prometheus. Мы с вами посмотрели простенький пример по коллег-демону. По коллег-демону можно глубоко покопаться. Если у вас там несколько сервачков, вы запросто себе эту штуку там настроите. Точно так же запросто, как работают счетчики производительности Windows. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...